друзья добрый день наверно вы уже заметили на моем мотоцикле вот такой странный прибор который с одной стороны показывает температуру немножко разнятся показания потому что датчики в разных местах но не сами себе и вот такой посередине круглый приборчик который с одной стороны показывает напряжение при включении но затем при рабочем режиме он показывает соотношение топлива и воздуха в топливной смеси измеряется это дело конечно же датчиком кислорода на ухлопной трубе такой датчик кислорода сам процессор спрятан под сиденьем вот и результаты измерения таковы что захотелось мне немножечко ну объединить смесь сделать и чуть-чуть беднее на средних нагрузках поэтому хочется чуть-чуть опустить иглу в карбюраторе ну и может быть не знаю пока не знаю но может быть еще и уменьшить сечение главного жиклера этим мы сегодня займемся вопросу о диффузоре а размеры диффузора карбюратора она имеет яиц видную форму такую по вертикали 23 с половиной горизонтали наверно в самом широком месте попробуем измерить да ну это вот так вот 18 половиной ну и самый интересный вопрос важный это о том как извлечь иглу из дроссиной застонки поскольку известно вот здесь с этой стороны вставка пластиковая с магнитиком и клипсами прижимают иглу пружинкой к основанию вот ее нам необходимо извлечь как мы это будем делать может быть можно было бы нажать на иглу но мне честно говоря несколько жалко иглу почему потому что вдруг она погнется или еще что я заметил здесь есть отверстие да вот такое то есть можно было бы согнуть проволоку как-то и попытаться и вытащить через таким крючочком знаете она даже без нагревания вытащилась очень даже легко удивительно можно было и не греть пружинка и вот собственно сама игла но идея в чем идея в том чтобы извлечь вот эту пластиковую прокладку игла опустится и тогда наверно можно было бы ее опустить давайте посмотрим как и да ну вот она вынимается такая прокладочка сейчас испытание на хвостом ходу двигатель еще не прогрет вот такие выводы можно сделать я сейчас прокатился немножко для того чтобы холостой вход качество смеси осталось на прежнем уровне пришлось открутить еще на один оборот винт холостого входа качество винт качество это означает что через главную дозирующую систему в режиме холостого входа частично топливо все-таки поступало и сейчас она прикрыта иглой сильнее и чтобы скомпенсировать эту так сказать потерю бензиновую пришлось открутить винт качество еще почти на один оборот вот такие дела ребят на ходу на ходу на средних нагрузках смесь объединяется до 16 6 16 5 это означает что смесь бедная на холостых нагрузках появился маленький провал придется иглу все-таки приподнять буду искать компромисс спасибо за внимание итак вторая попытка вот оригинальная шайбочка внизу она имеет толщину 254 2,54 миллиметра соответственно на ней смесь бедная в районе 16 с половиной ой вру без нее 16 половиной то есть если нулевая толщина прокладки то 16 половиной а если она стоит то смесь богатенькая в районе там 14 3 десятых 14 даже 13 половиной вот так где-то идет вот поэтому эмпирическим путем путем линейных вычислений изготовлены вот такие две шайбочки общей толщиной суммарной 1 и 69 где-то 1 из 7 десятых миллиметра вот который мы сейчас будем ставить вынимаем иглу я надеюсь она поддастся легко так я чувствую что я или сломал или что-то еще произошло неприличное нет все нормально все в порядке и так заглушка с магнитиком пружиночка ну вот здесь шайбочки уже какие-то есть попробуем вставить наши две отполированная шайбочка шайбочка 1 шайбочка другая не хочет заходить требуется доводка давайте доведем вот здесь шайбочку и немножечко датчики поедем это что это была сверху шайбочка так все и внизу собираем все пробуем вставить проверяем результат следующий движок немножко прокладный 44 градуса только на полостом ходу 45 уже богатенькая пошла еще 480 оборотов но при перегазовке практически не меняется топливо это хороший признак едем на ходу испытывать дитя меня вот я немножко прокатился что могу сказать сейчас 15-2 я просто немножко подзакручу ухода уже бедноватый Пусть уходит в бедноту, надо немножечко приподнять О, поднялись обороты И спрытываем уже в рабочем режиме Спасибо, друзья, за просмотр Результат сегодняшний в том, что первая попытка просто удалить шайбу Вот такую шайбу под оглой Толщина ее 2,54 Вот такая вот она, пластиковая Вот вместо нее вначале я ничего не поставил Поэтому появились провалы Смесь стала очень бедной 16,5, до 17 доходила на переходных режимах На нагрузки маленькой совсем Вот поэтому пришлось установить промежуточную величину Посчитал, должно быть где-то 1,7 мм Ну где-то 1,66-1,67 Вот я поставил 2 шайбочки Вот смесь кажется немножечко бедноватенькой На каких-то очень малых-малых нагрузках Но при увеличении нагрузок При, так сказать, уже выходе на какие-то скорости Там 60 на 70 Стала смесь уже такая нормальная В районе там 13,8, 14,2 Где-то вот так 13,8 И даже потом становится еще богаче и богаче Это нормально, так и должно быть Вот Испытаю на ходу более проложительное время И донесу результаты до вас Может быть в следующем видео Спасибо, спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok